В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинцы запустили открытую петицию на имя президента страны. Жители шахтерской столицы требуют справедливости для учителя физики Юрия Пака. В Караганде снова провалился асфальт. Это уже третий случай за несколько месяцев, когда почва трескается и проваливается прямо под ногами карагандинцев. Такой опасный, но полезный метан. В техническом университете обсудили последний нау-хау в деле извлечения метана из угольных пластов. В работе круглого стола приняли участие международные эксперты. Суд или судилище? Учитель не виноват. По такими хэштегами карагандинцы решили поддержать осужденного учителя физики Юрия Пака. Ученики выкладывают видео, на котором поздравляют любимого педагога и другие фрагменты из школьной жизни. Напомним, на оглашение приговора в суд пришли ученики вместе с родителями. Новость о лишении свободы учителя 68-й школы Юрия Пака буквально взорвала интернет. Сотни людей, объединенные общим хэштегом, спешат высказаться о суровом, на их взгляд, приговоре. Физика с многолетним стажем поддерживают как ученики, так и их родители. В сети собирают подписи в его поддержку и пишут о намерениях отправить петицию на имя президента. Школьники выкладывают видеообращения. Мы все согласятся с тем, что Юрий Дмитриевич самый лучший учитель, который был у нас, потому что он учит нас не только физики. Он научил нас многому о жизни, о том, что быть взрослым – это не только делать то, что тебе хочется, а делать то, что нужно. Уроки физики, пожалуй, любят все, и все ходят на них с удовольствием. Мы верим в то, что Юрий Дмитриевич оправдает, потому что мы с ним, весь наш класс, мы все верим в него. Мы все верим в то, что он не виновен, мы все с ним. Слова поддержки, рассуждения на тему суд или судилища буквально заполонили интернет. Высказывания и посты пишут все, кто знает учителя и даже те, кто не был с ним знаком лично. Его любимые дети делают репост счастливых моментов из школьной жизни. Спасибо. Еще раз всем вместе с вами большое спасибо. Вы знаете, 10-й Б, я сидел, как думал, у меня была такая мысль. День учителя хорош чем? Тем, что всегда учителей поздравляют. Я там попаду, хорошо, когда поздравляют. Вам нравится, когда поздравляют? Мне нравится, когда поздравляют. Я решил вас тоже поздравить с Днем учителя. Ну, насколько смог. Я можно вот так высыплю сюда, в гору небольшой шкаф. Педагог благодарит учеников даже перед оглашением приговора и на похоронах матери. Петиция в его поддержку собирает все больше подписей. Пользователи интернета хотят, чтобы президент страны услышал их просьбы. Я верю, что ее смерть не просто так. Я верю, что матери платят за жизнь детей. Так иногда надо. Так что от нее особое спасибо. Ей сейчас хорошо жить. Ей сейчас лучше, чем мне. Она уже с Богом и не мучается там. А нам еще пройти чуть-чуть осталось. Официально приговор еще не вступил в законную силу. Адвокат ПАКа намерен подать апелляцию. Судьбу учителя решит апелляционная коллегия. Огромная дырка образовалась на дорожном полотне по улице Тулепова. Асфальт провалился внезапно. К счастью, люди и автомобили не пострадали. Коммунальные службы оградили опасный участок. Напомним, это уже третий чрезвычайный случай за несколько месяцев. Ранее проседание грунта происходило на улице Ермекова и на юго-востоке. Проседание асфальта произошло рядом с канализационным колодцем. В образовавшейся яме полно воды. У аварийного участка поставили знак объезд. Однако автомобилистам от этого не легче. И без того не широкая дорога стала еще уже. Нас всегда вызывают, где проходит вот такая вот авария, провалы. Мы сейчас поставим здесь знак, чтобы никто не провалился. И сообщим, значит, организация, которая обслуживает вот этот чей колодец и чей провал. Чтобы они начали заниматься. Причина проседания асфальта оказалась проста. Канализационные воды размыли грунт и подтопили нижний слой дорожного полотна. Из-за образовавшейся жижи и пустоты асфальт и провалился. При обнаружении данной просадки бригада центрального цеха водоснабжения огородила данный колодец. В настоящее время невозможно выполнить работы по строительству нового колодца на магистральном водопроводе взамен существующего. Из-за того, что по автодороге осуществляется движение общественного транспорта. Так как улица Ленина временно перекрыта. После того, как откроют улицы Ленина, ГУ отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды даст разрешение бригаде ТТО Караганды-СУ для строительства нового водопроводного колодца. Предыдущие провалы асфальта и нынешний случай заставляют бить тревогу. Такими темпами Караганда рискует полностью погрузиться в канализационные воды. Специалисты не скрывают, что система ливневок в шахтерской столице функционирует с перебоями. Зачастую ливневки просто отсутствуют или заполнены мусором. Когда решится этот вопрос – неизвестно. Айя Мамрина Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Четском районе Карагандинской области капитально приведены в порядок три родника. Это стало возможным благодаря гранту, выделенному на реализацию совместного проекта Евросоюза, ПРООН и Европейской экономической комиссии ООН «Повышение водообеспечения жителей сухостепной зоны за счет ремонта и восстановления природных родников». Этот проект направлен на внедрение принципов зеленой экономики в области эффективного управления водными ресурсами Казахстана. Сегодня в поселке Аксу Аюлушетского района возле природного родника всегда многолюдно. До 600 человек в день удовлетворяют свою потребность в воде. А вместе с приезжими эта цифра переваливает за тысячу. Для поселка с четырехтысячным населением это немало. А когда-то на месте родника было болото. Здесь готовили саманные кирпичи. Осенью и весной к этому месту из-за непролазной грязи не было возможности подойти. Это первый самый большой родник. И он выполнен качественно. Если была бы среда соответствующая на архитектурную, это было бы как малая архитектурная форма можно было бы использовать. В реализации этого проекта принимало участие Аким поселка, Аким района, волонтеры, молодежь. В общем, много людей участвовало. Всего в степи насчитывается более десятка родников, которые питают речки Басполдак и Шарубай-Нура. Многие из них затоптаны и приведены в негодность. Тлеукобыл Есенбекулы потратил около пяти лет, чтобы добиться средств на их восстановление. Зеленые технологии взялись за решение этой проблемы. ЕС, ПРООН и ЕЭКООН выделили 600 тысяч евро на восстановление природного водоснабжения в Карагандинской области. Эти средства были переданы 14 НПО, которые помогли практически применить зеленые технологии. Один из таких проектов реализовали в Шетском районе. Тлеукобыл и его последователи привлекли волонтеров и всех неравнодушных людей к работе. Итог деятельности налицо. Дорогу сделали и подъездные пути. Потом здесь было не очень чисто. Поэтому здесь закрыли все. Ну, очень удобно для населения. На сегодня отремонтированы три и обустроены семь родников Аксу Аюлинского сельского округа. Выход воды в родниках повысился на 30-40%. А это значит, что на 18 тысячах гектаров маловодных земель будут обеспечены водой 770 голов крупного рогатого скота, более тысячи овец и полторы тысячи лошадей. Предположительно, экономический эффект составит более 100 тысяч долларов США. А в быту жители имеют возможность заваривать чай в кристально чистой воде. Лабораторные анализы доказывают, что такая вода для чая незаменима. Я родился и вырос здесь. Как и все, я благодарен нашему главному Беркучи Тлеукобылу за то, что он отремонтировал родник. Теперь все сельчане могут пользоваться чистейшей родниковой водой. Она гораздо лучше, чем водопроводная. Журналистам в этот день досталась почетная миссия – посадить деревья на обновленном роднике. Пусть растут и радуют глаз всех, кто приходит сюда за водой. Международный проект по реализации концепции перехода Казахстана к зеленой экономике, который был запущен Европейским Союзом, ПРООН, Европейской экономической комиссии ООН в 2015 году дает свои положительные результаты. Наверное, сегодня многие спрашивают, из чего начинается зеленая экономика. Да вот с этого и начинается. С родника, с родины, с истоков. И самое главное, мы все сегодня должны решить глобальный вопрос. Какой мы оставим землю своим потомкам? В Караганде состоялся брифинг об итогах выдвижения и регистрации кандидатов вместо бывших депутатов Маслихатов области. Выборы депутатов назначены на 30 октября. Всего свою кандидатуру выдвинули 22 человека. В ходе избирательной кампании было выдвинуто 23 кандидата. Один претендент снял свою заявку по состоянию здоровья. На сегодняшний день зарегистрировано 22 кандидата. Конкуренция на один депутатский мандат составляет в основном 3 кандидата. Средний возраст претендентов – 40 лет. С 5 октября кандидаты приступили к предвыборной агитации, которая продлится до 28 октября. В трех регионах области, в семи избирательных округах состоятся выборы вместе бывших депутатов Маслихатов. На предстоящих выборах будут задействованы 44 избирательных комиссии всех уровней. Общая численность избирателей составляет около 69 тысяч человек. Всего будут избраны один депутат областного, пять депутатов городских и один депутат районного Маслихата. Со списками избирателей можно будет ознакомиться с 15 октября. А списки будут находиться на избирательных участках. Выборы депутатов Маслихатов – место выбывших, назначенное на 30 октября. Асиль Сазанбаева, Жак Слык, Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В городе Сатпаев начали активную пропаганду мирного ислама. Информационно-пропагандистская группа из числа квалифицированных теологов, имамов и представителей Союза мусульман области проводит собрания в учебных заведениях и местах большого скопления населения. С группой Риска работают на дому. Об этом и о насущных проблемах Сатпаева рассказал Аким города Оскар Идрисов на брифинге в Центральной службе коммуникации. Профилактика терроризма остается по-прежнему актуальной в Сатпаеве. Аким города Оскар Идрисов рассказал о проводимой работе. Городоначальник не скрывает, что в Сатпаеве есть заблудшие люди. Городоначальник проведен анализ религиозной ситуации в городе и показал, что основной причиной все-таки вовлечения является религиозная грамотность. При этом наиболее подверженными остается молодежь от 14 до 20 лет, которые в силу незнания легко увлекаются представителями НРТ, в том числе через социальные сети. По словам чиновника, молодежью из группы РИСКО занимается специальная группа теологов. Они проводят семинары, круглые столы и даже посещают дома радикалов. Такие меры дают результаты, заверяя Аким. Также не скрывал городоначальник и текущих проблем. В городе до недавних пор были споры из-за двойных квитанций от энергоподающих компаний. НРТ рекомендовано не ущемлять и не нарушать прав и законных интересов потребителей. Не допускать недобросовестной конкуренции и действовать согласно правилам действующего законодательства. Здесь мы не можем вмешиваться, то есть это конкурентный рынок. Мы не можем ограничивать деятельность какой-либо компании. Поэтому до жителей было доведено, что каждый житель правил свой выбор сделать сам. В двоякой ситуации были не только садпаевцы, поспешил оправдаться Аким. Аналогичная проблема не обошла стороной и ЖЭС Казган. Кроме того, сейчас одной из компаний придется сделать перерасчет. Такое решение вынесут. Журналисты поинтересовались запасами полезных ископаемых. На что получили ответ – богатства в недрах хватит на всех. Мы переселяем жителей поселка на этом месте. Дальше пойдет развертый запас. Понимаете, здесь нельзя говорить, что именно в какой-то день это все закончится и город просто перестанет обработать. Поэтому здесь вся работа необходимая по улице. Кроме прочего, Аким похвастался ростом сборов за административные нарушения. В текущем году оштрафовано порядка пяти тысяч граждан. Это значительный вклад в бюджет. Также в Садпаеве налажена программа соседского надзора, благодаря которой правоохранительные органы смогли предотвратить 19 правонарушений. В целом из доклада следует, что преступность в Садпаеве снизилась на 22%. Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 1 октября в Карагандинской области официально стартовал отопительный сезон. Однако не только центральное отопление используется в городах и районах нашего региона. Печное отопление и электрические нагревательные приборы представляют высокую пожарную опасность. Об этом на брифинге говорили руководители департамента по чрезвычайным ситуациям. Зима – это одна из самых пожароопасных времен года, заявляют специалисты противопожарной службы. И все из-за простого желания согреться. Кто-то, не удовлетворившись центральным отоплением, подключает электрические нагревательные приборы, а кто-то всю зиму топит печь. О мерах предосторожности во время отопительного периода на специальном брифинге рассказали руководители департамента по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на то, что отопительный период только начался, мы уже отмечаем рост пожаров в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, что характеризует статистика 29 пожаров. А также в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – уже 119 пожаров. Надо отметить, что ежегодное количество пожаров по данным причинам в течение отопительного периода неумолимо возрастает, нанося материальный ущерб государству и нашим гражданам. Специалисты отмечают, что подавляющее число пожаров во время отопительного периода происходят в частном секторе. И связаны они с неправильной эксплуатацией печного отопления. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарным газом. Чтобы этого не произошло, пожарные настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Андрей Тенжек, Сылк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В областном перинатальном центре провели мастер-класс по грудному вскармливанию для будущих мам. Беременным карагандинкам объяснили пользу грудного вскармливания и научили, как это делать правильно. Обучающий тренинг провели врачи высшей категории. Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Саламат Казахстан». Грудное вскармливание является идеальным способом обеспечения детей раннего возраста питательными веществами, необходимыми для их здорового роста и развития. Практически все матери могут кормить своих детей грудью при условии, что они получают точную информацию и поддержку со стороны семьи и системы здравоохранения. Однако мало просто кормить малыша грудью, важно делать это правильно. Как правильно обращаться с ребенком, что нужно для этого делать. То есть это очень важно, почему? Потому что правильное приложение к груди – это правильный охват грудного соска и правильное кормление самого ребенка. Молозиво – желтоватое липкое грудное молоко, вырабатываемое в конце беременности, рекомендуется ввоз в качестве совершенного продукта питания для новорожденных детей. А к кормлению необходимо приступать в течение первого часа после родов. Правильно кормить ребенка до 6 месяцев, где есть вот именно, что мамы не могут, они неправильно прикладывают, они мало держат у груди. То есть они 10-15 минут, ребенок получает переднее молоко, а это, в общем-то, роль водички, роль сока играет. А до заднего молока, где содержатся белки, жиры, лактоза, они не докармливают. Поэтому ребенок часто плачет и часто беспокоен, только потому, что он не наедается. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить исключительное грудное вскармливание в течение первых шести месяцев, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет или старше. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском техническом университете обсудили проблему извлечения метана из угольных пластов. В мероприятии приняли участие специалисты Казахстана, России, США и других стран. Метан – это наиболее опасный газ, преследующий шахтеров в угольных шахтах. Карагандинский угольный бассейн давно признан метаноопасным, и в то же время этот газ является ценным продуктом для энергетики. Вот только извлекать его из угольных пластов непросто. Передовая практика по эффективному извлечению метана и его использованию на угольных шахтах – такова тема круглого стола в Карагандинском техническом университете. Место выбрано не случайно. Здесь создана специальная лаборатория метановой энергетики, а метановой проблемой занимаются около полувека. И главное – это то, что в нашем университете трудится профессор Дридж Николай Александрович, который является инициатором всех событий, связанных с утилизацией шахтного метана. Основная цель мероприятия – предоставить возможность казахстанским специалистам в области дегазации ознакомиться с международным опытом извлечения шахтного газа. С этой целью в работе круглого стола принимали участие специалисты из России, Украины, Великобритании, Мексики и США. Карагандинский угольный басин производит уголь уже в течение многих лет и является одним из крупнейших регионов. Извлечение метана, улавливание его и использование в других целях, то есть, например, для использования, для выработки электроэнергии. И самое главное – обеспечить безопасность в угольных шахтах, чтобы шахтеры, которые работают там каждый день, приходили домой целыми недельами. Извлечение метана из угольных пластов в первую очередь – это повышение уровня безопасности на шахтах. Кроме того, за круглым столом карагандинские специалисты обсудили с международными экспертами вопросы и проблемы, возникающие в процессе горных работ в карагандинском угольном бассейне. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Хаман Саввольмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова